Всем привет дорогие друзья и сегодня у нас настало время очередной сборки, но не просто сборки, а супер бич сборки. Чтобы оценить свою конкуренцию я решил зайти на просторы авито, да не простого авито, а московского и ввел диапазон цен до 1000 рублей. Пробыв на сайте всего несколько минут я уже понял, что ничего годного кроме четвертых пеньков нам за 1000 рублей не предлагают. Да и пеньки эти в большинстве своем не обслуженные, все грязные и в нерабочем состоянии. Но еще немножечко просмотрев объявление я надкус на одно действительно стоящее и достаточно годное. Вы только взгляните, это же сокет 7 за 1000 рублей ребята. Жалко людей, которые искренне думают, что смогут продать свой сокет 7 вместе с колонками и доисторическим принтером за целый штукарь. Ну и насмотревшись таких объявлений, я решил сам выйти на рынок игровых сборок до 1000 рублей и собрать сегодня компьютер ценой от 500 до 800-1000 рублей на вторичном рынке. За основу сегодняшней сборки была взята материнская плата на 462 сокете. Данная платформа не подходит даже под бомжа сборку, поэтому она попала в рубрику бич сборки. Конечно же поменяем термопасту на нашем центральном процессоре и оденем радиатор охлаждения, который нужно одевать очень осторожно, иначе у нас есть огромная вероятность сколоть кристалл. Это самые неудачные радиаторы, которые я видел когда-либо в своей жизни. Ну и теперь пришло время поговорить вообще о начинке нашего сегодняшнего компьютера, нашей сегодняшней бич сборки. В качестве процессора выступает разогнанный AMD от Lone XP, разогнан до 1,9 ГГц. Оперативная память работает на частоте 350 МГц. В общем-то неплохой результат для такого стричка. В сегодняшней сборке будет использоваться достаточно редкая видеокарта GeForce 3 TI 200 на 64 МБ видеопамяти. Данную видеокарту я держу в руках всего лишь второй раз в жизни, так как в основном эта видеокарта ставилась в брендовые компьютеры и на обычный рынок десктопных комплектующих не попадала. В оперативной памяти установлен 1 ГБ, 2 планки по 256 МБ, 1 планка на 512 МБ, все дозер первая, все четырехсотые. Блок питания в этой сборке будет крайне похабный, весь на перемычках, почти без радиоэлементов, 250 Вт и учитывая, что реальных Вт по 12 Вольтовой линии у него всего 120. В общем, этой системе в принципе хватит такого блока питания, учитывая, что данная система идет без доп. питания 4-пин процессора и блок питания тоже той же эпохи. На блоке питания отсутствует коннектор 4-пин плюс для питания процессора. В качестве хранилища будут использоваться два жестких диска IDE, оба по 40 ГБ, оба 7200. Но ничего интересного, стандартные классические жесткие диски для обычной бомжа сборки. Ну что, друзья, я вам все рассказал, объяснил, какое железо будет использовано в сегодняшней сборке. Давайте посмотрим уже на готовый собранный результат, как компьютер выглядит в собранном состоянии. Ну что, друзья, как-то вот так вот выглядит наш суперигровой компьютер для сельского чувака после сборки. Мне кажется, все вполне себе примитивненько, ну, некуда лучше делать, здесь уже не так все нормально. Если бы не IDE шлифа, конечно, было бы симпатичнее, но как есть, так есть. Также я забыл сказать, что я здесь заколхозил небольшое охлаждение с помощью радиаторов с Китая, маленьких 4 или 5 штучек, потому что мост был достаточно горячий. Теперь на нем есть хоть какое-то охлаждение, хоть какие-то железячки, потому что креплений здесь под какой-то охлад не было другой. Но я думаю, чуть-чуть поставлю охлаждение, ему это не помешает. Это же AMD, тем более старый. Ну, как-то так. В общем, вы все сами видите. Да, и поставил сетевую карту, потому что на этой материнской плате сетевой карты нет просто-напросто в этой комплектации. Так что 100-мегабитная сетевуха у нас стоит. И вот этот 60-ка вентилятор, который на процессоре, он дико шумный. Его обороты составляют 4500 оборотов. Это просто жесть. Он гудит, как пылесос. Термалтейк вулкану 6Q. Но этот радиатор и сам вентилятор хорош тем, что этот радиатор имеет большой, огромный медный сердечник. Он отлично справляется с тепловыделением этого процессора. Ну, в принципе, вот такая сборка. Все, сейчас буду надевать крышку. И давайте приступим к тестированию игр и вообще посмотрим, что из себя представляет эта железяка. Игра Counter-Strike Source. Настройки графики низко-средние. Разрешение экрана 800 на 600 точек. Играем мы по интернету, чтобы сильно не нагружать процесс работами. И, как вы можете видеть, FPS не падает ниже 35-40, что очень даже играбельно. Будущий хозяин этого компьютера сможет с большим комфортом поиграть в эту мультиплеерную классическую игру. Конечно же, по классике CS 1.6 она не переплюнет, но все же с гораздо более лучшим графеном, чем CS 1.6. Ну и сама по себе она вся симпатичнее, чем 1.6. Все-таки Next Gen, как-никак, это не CS GO какая-нибудь, где кейсы надо покупать за деньги. В общем, в принципе, я могу поставить твердую четверочку за то, как идет CS Source здесь. С ботами даже пробовать не буду, потому что понимаю, ни поддержки новых инструкций у процессора нет. Сам процессор уже, можно сказать, деревянный. Думаю, FPS можно делить сразу пополам, если мы включим ботов, которые процессозависимы. Просто жесть. Ну, как-то так идет CS Source. Постоянно хочу сказать GO почему-то. В общем, в принципе, 4 из 5. Давайте переходить к следующей игре. Вторая игра на тесте это у нас Counter-Strike Conditional Zero Deleted Sense. Если кто-то не знает, а я думаю многие не знают, это однопользовательская версия игры Counter-Strike. Это компания Counter-Strike, что очень-очень интересно было в то время. Эта игра до сих пор, можно сказать, актуальна. Особенно, если у вас какая-нибудь слабая машинка наподобие четвертого паниа, там или даже хуже. Она идет, в принципе, вплоть до 370 сокета. Очень интересная игра с множеством таких красивых достаточно мест. Ну, ладно, понятное дело, что с современной графикой не сравнится. Но все же, это великолепная игра. Я всем советую пройти эту однопользовательскую Counter-Strike. Ну, и у нее с FPS отлично стоит лог на 60 кадров и редко просаживается до 55. В моменты взрывов много народу. Все равно FPS держится в районе 60, и я завидую новому владельцу этого компьютера, потому что я сам с огромным удовольствием перепрошел бы эту игру заново. Давайте переходить к следующей игре, ребята. Следующая игра уже стала классикой в наших бич-тестах. Это Need for Speed Underground 2. Отличная игра того времени. Тестировать мы ее будем на разрешении экрана 800 на 600 точек при средней детализации. Я специально поставил разрешение пониже, но повыше детализации. Иначе картинка превращается в пиксельный ад. И можно сказать, это превращается в какой-то вырви глаз. И больше 5 минут играть в это невозможно. Но сейчас, в принципе, картинка более-менее. Играть можно. Есть, конечно, топорные какие-то пиксели торчат. Естественно, сглаживание и фильтрация никакой речи идти не может. Но наша GeForce 3 Ti, она раскрывает потенциал процессора AMD от Lone XP. Ладно, это, конечно же, шутки. Но если быть серьезным и если серьезно рассматривать, то в эту игру поиграть может. В принципе, Need for Speed Underground 2 идет просто великолепно. Поэтому за него ставим твердую пятерочку из пяти по, так сказать, рейтингу того, как идут игры на этом компьютере. А вы не забудьте поставить лайк под этим видосом. Поставьте лук за старую, олдскульную, любимую многими вами игру Underground 2. Следующая игра для теста, это, конечно же, наш топовый бенчмарк. Stalker Teen Чернобыля. И здесь у нас не справляется ни процессор, ни видеокарта. В общем, FPS заметно мал. При этом настройки графики самые минимальные. Даже дальность прорисовки выкручена в ноль. Да, разница с четвертым Pentium, с гипертрейдингом здесь видна на глаз. Просто жесть, конечно. Ну и GeForce 3 тоже не очень оптимизирован под эту игру. По-хорошему, когда мы замеряли один раз нормальной программой MC AutoBurner, сталкеру нужно как минимум 128 мегабайт видеопамяти для того, чтобы хотя бы как-то бегать в 30-33-35 кадрах на минималочках. Но здесь у нас 64 мегабайта видеопамяти, чего явно не хватает для этой достаточно тяжелой по тем временам игры. Это все-таки был хит. Ну, что могу сказать. В принципе, человеку будет относительно играбельно, но я бы лично не смог себя мучить вот таким вот геймплеем. Так что давайте выключим этот ужас и перейдем к следующей игре. Следующую игру я выбрал просто потому, что она мне нравится. Это одна из моих любимых игр. Это Свитки, старые Свитки, третья часть Моровин. Ну, я думаю, вы знаете Обливиан, Скайрим, а эта часть была перед ними. Отличная ролевая игра с полностью открытым миром и с полной свободой действий. Сейчас не хватает в наших играх, в нашей игровой индустрии таких игр, где вы могли бы убивать квестовых персонажей, от которых зависит все прохождение игры. Здесь же это возможно. И, ну ладно, извините, отвлекся и уже, так сказать, на лирику перешел. В общем, игра, в принципе, с минимальными прорисовками и с низким качеством графики идет просто на ура. Так что, я думаю, будущий хозяин порадуется и поиграет в Моровинд. Ну и последняя на сегодняшний день игра для наших тестов это GTA San Andreas. Даже логотипы, даже картинки меню написаны на русском. Вот такой вот репак я скачал с торрента. В принципе, на низких настройках графики, на разрешении экрана 1024 на 768 игра ведет себя вполне адекватно. 30 стабильных играбельных FPS есть, поэтому грех жаловаться. В GTA San Andreas тоже можно будет спокойно погонять, поездить на машинах, поубивать людей. Ну, чем же еще ценится GTA, кроме этого? На этой ноте нам необходимо уже подводить итоги сегодняшней сборки. GTA San Andreas была последней игрой для тестов в сегодняшнем видео. Вот такие вот игрушки были. Вам, в принципе, судить, как это играбельно и неиграбельно. И стоит ли эта сборка 500-800 рублей? Смогу ли я продать ее на рынке и стать топовым продавцом геймерских бюджетных сборок до 1000 рублей? В общем, друзья, давайте подводить итоги сегодняшнего дня и сегодняшнего видоса. Ну что, ребятки, вот такая вот у нас сегодня была сборка для сельского геймера за 500 рублей. Реально, компьютер из полного мусора. Сокета уже не пользуется совершенно никаким спросом. И даже продать БУ комплектующий для этого компьютера просто не представляется возможным. Мы же превратили эту груду мусора хоть во что-то рабочее, живое и полностью обслуживаемое. Я думаю, что этот компьютер работает еще не один год и, в принципе, скорее его просто утилизирует хозяин, чем он сломается. Либо просто в него залезут дети, которые его купят и решат, ну, возомнят себя мастерами и решат что-нибудь там отремонтировать, когда все работает. В общем, вот такая вот сегодня была сборка на сокете А или же на сокете 462. Я надеюсь, вам понравилось, так как давно у нас не было таких супер-бич сборок из-за откровенного мусора. Таких сборок еще будет много, ребят, потому что я решил, ну, прибраться немножечко дома и избавиться от хлама. Есть еще пара некондиционных корпусов и есть еще другие задумки по такому же старому всякому железу. Я думаю, ориентировочная цена продажи этого компьютера будет по 700 рублей, ну, тысячу поставлю с торгом, думаю, за 800 его уж какой-нибудь шкаляр заберет себе поиграться. В общем, в принципе, на этом компьютере даже интернетом нельзя воспользоваться, ни о ком ютюбе или в ВК речи идти не может. Максимум прочитать Яндекс, облегченную версию, посмотреть погоду и выключить его нахрен. Вот такая вот сегодня была сборочка. Хочу просить вас еще подписаться на группу ВКонтакте. Там уже более 12 тысяч человек. Это группа ВКонтакте, наша официальная канала. Обязательно заходите, ставьте лайки и под видео, и в группе ВКонтакте. Ну, и подписывайтесь, соответственно, и на группу, и на канал. Я же с вами прощаюсь. Будет еще не одна такая сборка, так что не забудьте подписаться. Ну, и всем пока, ребята. Спасибо, что посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok